Всем привет! С вами Ольга и я желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие! А сегодня, сегодня 20 октября и у меня праздник. Ровно 23 года назад я приехала в Италию. Сегодня мы отмечаем мою, так сказать, ну не совсем годовщину, 23 года. Ну, типа годовщина. Ну и хотела бы с вами поделиться, что у меня за 23 года произошло, мои дорогие. Сегодня хотела поделиться с вами моими воспоминаниями, что у меня было хорошего за 23 года и какую закалку я здесь прошла в Италии. А сейчас мы тут с Венченцем сидим на моле. Мы уже поели Венченца с Алютова. В общем, сегодня у нас вот такая вот погода, 20 градусов пока еще, тепло, немножко иногда солнце. Но, в общем, сегодня, дорогие мои, отмечаем мои 23 года в Италии, мои хорошие. Если бы я родила ребенка, уже могла бы стать бабушкой за это время. В общем, время так вот проходит. Делюсь с вами нашими видами Виориджо. И пошли вспоминать, что у меня было за эти 23 года, мои вы хорошие. Ну вот, мои дорогие, как я уже говорила, сегодня мы пообедали в ресторанчике таком рыбном. И пошли гулять. И у меня нахлынули воспоминания, мои хорошие. Потому что 23 года назад я приехала в Италию. И первые с Танюшей мы приехали, друг друга поддерживали. Потому что три дня на автобусе из Москвы ехали. Ну и до Москвы тоже. И первая моя работа была в Каводитерене. Это посередине, ближе к югу, возле Салерна. Это мы уже на Каприс едем. Делюсь, короче, с вами фотографиями всеми подряд. Просто воспоминания нахлынули сегодня и так. Но немножко вкратце. Сначала работала на фабрике в Каводитерене. Познакомилась там с Олесей. Она мне поддерживала. И с Оксаночкой тоже. И, конечно, было очень и очень тяжело. Потому что на ногах. Приехала из России. И там я, конечно, как мама говорит, кроме ручки ничего не держала. И было, конечно, тяжеловато. Потому что я складывала вещи. Но иногда и уборкой занималась. И все остальное. Целый день на ногах. Это было очень тяжело. Но, дорогие мои, когда 20-го числа, 20-го ноября мне дали первую зарплату. Миллион. Миллион – это значит в миллилирах. В лирах еще была раньше. Лиры ходили в 2001 году. Ой, это другая вечность. Ну, в общем, дорогие мои. Первый миллион я заработала в Италии. Это получилось у меня 400 долларов. Казалось, это хорошая сумма. Потому что, когда я уезжала из России, у меня зарплата была, хоть я и была начальником экономического отдела, муниципального образования, у меня была зарплата всего 100 долларов. А тут уже 400. Ну, конечно, конечно, очень много было долгов, потому что купила квартиру, тоже были долги. И нужно было и детей растить еще. В смысле, они уже выросли, но нужно было их обучать. Нужно было на питание, на одежду высылать. Короче, 100 долларов свою зарплату, которую я получала в России, я так и высылала на нужды, так сказать, моей семьи. Но уже без меня, потому что мои расходы тоже были довольно-таки приличные, потому что в муниципальном образовании нужно было выглядеть. Поэтому и одежда нужна была, и каблучки нужны были, и там и колготочки всякие разные. Ну, и питание тоже, конечно. Без меня уже вроде как экономия. Поэтому вот 400 я высылала, 100 долларов тогда еще на семью, а остальные уже мама распределяла, кому я была должна. Потихоньку, помаленьку, в общем, в Каводитеринной фабрике я выдержала 8 месяцев. Потом посмотрела, что зарплата у меня немножко маловато, и я не успеваю рассчитаться со всеми долгами. И мне еще одна светочка помогла, помогла найти другую работу у адвоката в Солерно, в городе Солерно. Это очень красивый город, дорогие мои. Первый раз я когда увидела этот город, у меня, конечно, дух захватило. Ну, сейчас я, конечно, делюсь с вами видео уже свежие, а фотографии вот такие вот воспоминания. Но тоже не все. Поэтому уж не обессудьте. Короче, перешла в город Солерно и на море. Потому что, когда я приехала в Каводитерин, там моря нет. Поэтому приходилось ездить на автобусе на море в Солерно. А тут на море. Работа у адвоката уже была немножко в сравнении с фабрикой. Конечно, было немножко полегче. Потому что на фабрике мы спать ложились аж в 12 ночи, а может, и пол первая. А здесь в 10 часов вечера я уже могла телевизор включить и даже книгу почитать. Потому что девчонки мне это и книгами поделились. Я там уже тоже подруг своих понаходила. Потихоньку, помаленьку. В общем, жизнь уже немножко забурлила. Немножко больше удовольствия. Ну и, конечно, на выходные ходила на море. Встречалась с своими подружками. И очень было интересно. А потом, после двух лет уже работы в Италии, вышел флюиз. Флюиз, как он говорится, новый закон, который давал право работодателю сделать контракт на работу. И по этому контракту сделать вид на жительство уже мне. Именно вид на жительство по работе. Рабочий вид на жительство. И мне адвокат сделал. О, это было счастье. То есть, после двух лет и двух месяцев я впервые поехала в Россию в отпуск. Мои хорошие. Какое-то было счастье. Ну, в общем, и потом я думаю, о, теперь в отпуск можно ехать туда-обратно без всяких разных виз. Ну, потом нужно было продлять этот вид на жительство. Пермеса Дисаджорн называется вид на жительство. Но неважно. Главное, что он у меня уже был. Ну, и потом пришлось еще раз возвратиться к адвокату. Но тоже поработала там. Там уже была зарплата у меня 750 евро. Потому что перевели уже на евро потом в 2002 году. И уже было 750 евро. Уже более-менее я начала откладывать, чтобы расплатиться за квартиру. Потому что я купила квартиру в военном городке. Мне понравилось. Здесь у меня был сертификат от моего мужа. Так сказать, летчика. И еще плюс я заняла. Поэтому нужно было за квартиру отдавать долги. Но еще и за то, чтобы детей растить и так далее. Ну, и мужу, потому что я уже была с ним в разводе, я должна была отдать ему четвертую часть от квартиры. Поэтому я ему обещала, что через год я оплачу. Я не успевала. Поэтому с Алирной я успела эту сумму собрать и со всеми долгами рассчитаться. Практически за год я рассчиталась со всеми долгами. В общем, дорогие мои. Нет, не за год. За сколько? Ну да, за год. За год я рассчиталась со всеми долгами. Мои хорошие. И потом уже начали мы там и компьютер покупать, уже и видеокамеру, и в квартиру уже мебель новую, красивую. Кухню такую красивую, которую мне хотелось оранжевую. В общем, потихонечку, помаленечку уже начали обустраиваться. Потом машину купили, потом вторую поменяли и так далее. То есть уже немножко для себя. Ну и, конечно, я люблю путешествовать по Италии. Потому что когда я работала в Каваде-Тирене и в Солерно, это мы уже вот в Россию ехали, был всего один выходной. И в этот выходной я каждый выходной я в какой-то другой город как-то себя организовывала, чтобы посмотреть. Первый город был Помпеи. Мне очень понравилось, интересно там. Ой, Помпеи, у меня там отдельное видео есть про Помпеи. Все в фалусах считается, что это удача. Потом в Соренто ездили. В общем, в другие города. И потом организованное путешествие в Рим. Это мы с Оксаночкой, но и на Капри, конечно. Первое путешествие, это вообще такое организованное на Капри. Ой, это было здорово. Ну и я думаю, что раз до Рима я уже доехала, то теперь мне нужно посмотреть еще и Венецию, дорогие мои. А Венецию там уже одним днем не проедешь туда-обратно. Поэтому, думаю, надо переезжать поближе. Туда, к центру Италии, откуда можно будет попутешествовать и в Венецию, и в Милан, и так далее. В общем, позвонила своему другу Микеле. Он меня и удрала от адвоката, потому что они меня не хотели отпускать. Поэтому я сначала предупредила, говорю, я от вас уйду, две недели отработаю. Они сначала вроде как согласились, а потом начали палки в колеса ставить. Ну, дорогие мои, я тоже сделала хитрость, взяла зарплату. В воскресенье как будто бы ушла на выходной, а сама уехала уже сюда, потому что здесь у меня был друг Микеле, как раз в Виореги он работал. Он меня встретил в Пизе, а оказывается, жена адвоката. У меня когда-то, не знаю, когда в телефон залезла, и все мои контакты списала. Уже позвонила Микеле, что я бандитка. А я, когда он меня встретил в Пизе, говорю, быстренько поехали в Пизанскую башню смотреть, как она там падает. И нужно обязательно фотографии сделать. Он говорит, надо же, тут ее разыскивают чуть ли не с полиции, а ей в Пизанскую башню сразу смотреть, как она там падает. Ну, и тут, конечно, тоже понеслась. Я работу нашла буквально через две недели. Помогла мне Лидочка, в гору меня определила. И было тоже интересно. Уже здесь я начала работать с бабушкой. Бабушка была ходячая, поэтому в горах я всем говорила, что я дышу горным воздухом, пью горную воду, и мне за это деньги платят. Деньги платили немножко больше, намного больше. 975 евро уже. Ну, а потом, дорогие мои, потихоньку, больше было неделю. Уже я здесь работала. И уже потом после бабушки здесь я открыла свое агентство брачное, познакомились с Винченцем, и потом потихоньку-маленьку мы с ним тоже везде путешествовали, и потом решили пожениться. И в этом году уже нам, с Винченцем, 12 лет, как мы поженились. Ну, и что еще хочу сказать? Ну, еще и то, что и квартиру я купила, так вот получилось, именно в Виареджи, в городе, который я люблю и уважаю. Ну, в общем, это я вкратце, это я вкратце немножечко рассказала о том, вот, ну, как я начинала. Конечно, это кажется, что это была совсем-совсем другая жизнь, дорогие мои, 2001 год. Ну, и, конечно, трудности, может быть, и закалили, закалили, потому что, да, ну, как мы приезжаем из России, немножечко мы думаем, что мы самые красивые, самые умные, и нечего нам вот и на физической работе заниматься. Ну, я думаю, что все это на пользу, потому что, ну, и немножечко вот эта вот наша гордость тоже, может быть, надо было поубавить чуть-чуть. Ну, что еще хотела сказать? Хотела сказать, что познакомилась с хорошими людьми здесь, и не только русскими, но и украинками, и молдаванками. Мне очень помогли они, когда квартиру нужно было снимать, очень хорошо мне помогли все девчонки. Ну, и, конечно, когда у меня было агентство брачное, очень часто я делала всякие разные встречи, всякие разные встречи, девочки, так сказать, русские, мальчики, итальянки, итальянцы, поженила, поженила, я официально пять пар. Вот там на фотографиях, одна из фотографий была во Флоренции. Это тоже моя свадьба, именно которой я сама сделала, их познакомила, и потом и сама же их и поженила. Ну, в общем, дорогие мои, жизнь продолжается. 23 года, как я уже говорю, если бы родила ребенка, уже бы могла стать бабушкой. То есть 23 года – это много. Это жизнь. Первые 40 лет я отметила в Италии. Это тоже было интересно. Ну, и сейчас кажется, что это было вчера. На самом деле это 23 года назад, дорогие мои. В общем, такая большая жизнь. Ну, а сейчас я живу с Винченцем в Виориджу, в своей квартире. С нами уже Алеша. Сейчас мы продляем ему документы, уже ждем. Как только получим документы Алешины, я сделаю обязательно видео, как мы ему делали документы. И вот так вот, мои дорогие, Италию обожаю. Может быть, если бы не было у меня таких вот долгов, не было бы таких проблем, развода с мужем, я бы, может быть, и не уехала в Италию, так бы потихонечку в России и жила. Все пережили эти трудности, и в России сейчас хорошо стали зарабатывать, и Россия стала процветать. Слава тебе, Господи! У меня бы, может быть, тоже так же было. Но сложилось, как сложилось. Я живу в Италии, и я рада, что так получилось. В Россию я сейчас езжу часто. Фактически каждые три месяца обязательно в Россию я езжу. Но сейчас, конечно, и в России тепло. Но сегодня у нас 28 градусов тепла. После обеда было. Это сказка! Все еще купаются. А я люблю море, я люблю солнышко, я люблю сказочную осень, которая тепла. Когда тепло. Конечно, очень хочется, чтобы в этот раз и в России тоже тепло. Сегодня разговариваю с твоими родными и близкими. В России тоже тепло. Ну и хорошо. Всем желаю счастья, радости, любви, мои хорошие. С вами Ольга. Люблю вас всех. Пишите в комментарии, что вы хотите от меня еще узнать и услышать. Мне приятно.